Добрый день, в эфире программа Дневной Разворот 11.07 на часах и вас приветствует Николай Голиков и Владимир Сметанин. Сегодня пятница, 27 июля, как-то очень незаметно пролетела рабочая неделя, в плане погоды все отлично. Довольно замечательно, лето продолжается, несмотря на то, что на носу уже последний летний месяц. Да, как-то немножко грустновато, что лето-то уже меньше. В том году не было лето, всем было грустно, в этом году оно есть, всем опять грустновато. Держись бодрее. Но наша программа Культпоход, например, которая выходит по пятницам после 12.05, из раза в раз доказывает, что наш город очень-очень богат на всевозможные культурные события. Причем иногда самого неожиданного свойства. То есть совершенно неожиданного. Вроде думаешь, где наш город и где фестиваль немецкого документального кино. А все у нас здесь. Да, фестиваль немецкого документального кино будет сегодня в центре внимания, в программе Культпоход после 12.05. Будет очень интересно. Ой, простите, 211-101 номер нашего телефона. Мы будем принимать звонки, ответы на наши вопросы. И, соответственно, розыгрыш всевозможных призов у нас по традиции будет присутствовать. Но список призов мы огласим только во второй части нашей программы. Что касается первого часа, то мне вот так сходу сложно сформулировать тему. Ну, вернее, она написана перед нами, но там же много всяких нюансов и так далее. Я лучше прочитаю вот исходник, вернее, часть исходника, который у нас имеется перед началом этого разговора. Затем представим гостей. Особое место и роль современных этнокультурных процессов в нашей стране и в ближнем зарубежье принадлежит российским соотечественникам. И в их среде старобрядцы, живущие в пограничье от Эстонии до Болгарии. По всей вертикали. Эти группы стабильные. Они позитивно воспринимают и относятся к России. Имеют контакты с единоверцами в пределах родины. Выявляется определенный эффект в развитии народной дипломатии именно в этой среде населения. Не забывая при этом другие группы русских за рубежом. В Кировской области на протяжении уже 13 лет существуют культурные и образовательные контакты со староярческими общинами Балтии, Польши, Румынии. Данный проект предусматривает вывести контакты с соотечественниками на новый эффективный уровень. Вот как раз слово проект ключевое, потому что как раз о проекте-то мы и сейчас будем говорить. Так, старообрядцы сейчас, видимо, поближе к радиоприемникам. Мне кажется, не только старообрядцы. И не только старообрядцы. А все люди, которые интересуются контактами с нашими соотечественниками. Я сегодня предлагаю максимально просто говорить и напоминать вообще, кто такие старообрядцы, что за связи, в чем их роль в связи России с зарубежными странами и так далее. И почему именно Кировская область. И почему именно Кировская область. И вот пора представить наших гостей. Николай. Ирина Тружкова, это профессор кафедры всеобщей истории и политических наук Вятского госуниверситета, руководитель Кировского отделения международной общественной организации Российский фонд мира. Ирина Юрьевна, добрый день. Добрый день. И вместе с ней пришла волонтер проекта Светлана Шутова, студентка Института социальных и гуманитарных наук Вятского госуниверситета по направлению истории. Правильно сказал? Да. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Что, старообрядческие корни есть у присутствующих сейчас в студии? Ну, как бы, это не исключено, потому что... Откуда мы можем знать, да? До 17-го века, не до 17-го года, до 17-го века все были в нашей стране старообрядцами. Так что они, по идее, это у всех есть. Ну, да. Так говорить. Ну, мы имеем в виду ту самую Никоновскую реформу, конечно же, да? Да, 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 да. Когда, собственно, разделение произошло. Ну, и если уж говорить о сути проекта, этот проект посвящен, вот, как уже было сказано, соотечественникам и такой группе стабильной, как старообрядцы. Их еще называют ученые русейшие из русских. Причем это зарубежные ученые после перестройки. Еще раз, как русейшие из русских. Из русских, потому что... Крем-да-крем, так сказать. Русские в квадрате или в кубе. Ну, да, потому что в силу своей религиозной специфики они больше сохранили, законсервировали русских традиций. Вот, в силу разных обстоятельств. Например? Ну, например... Есть у старообрядцев, чего нет уже у остальной массы. Ну, дольше сохраняется традиционная одежда. Традиционная... Это речь идет о тех, кто живет за рубежом. И в России тоже, как обрядовая малинная. Вот. Дольше сохраняется религия, воспитание традиционное, в чистоте речи, книжности, какие-то устои, трудовое воспитание, которое было беспокон веков характерно многим группам русского населения. Но, опять же, повторяю, в силу вот такой своей религиозной специфики, вот, какие-то старинные, кстати, полосты фольклора. Вот сейчас, когда мы ездили в экспедиции, забегая чуть вперед, мы обнаружили... А куда ездили? Так уж поясним. Да, да, да. Ну, согласно Гранту, у нас есть две разновидности экспедиции внутри России и в зарубежных странах, где живут как раз вот группы соотечественников. То есть российские экспедиции — это типичная глубинка, выбрана Кировская область при Урале и Урал, потому что это, ну, такие яркие с точки зрения изучения старообрядчества территории. Вот. Мы уже проводим сейчас исследования этим летом, и с осени начнем поездки вот в страны Балтии, в Молдавию, в Румынию. Вот. Но, кстати, мы будем изучать не только старообрядцев, но и других русских, живущих за рубежом. Понятно, что... Это ключевое слово всё-таки русские, а не старообрядцы, не принадлежность к этому вероисповеданию. Да, этнография — это ведь не только изучение... Вот мы к вам ходили на многие передачи «Национальное меньшинство», там, «Мигранты», «Фино-Угорские автохтонные культуры». Ну, вот сейчас очередь дошла до «Русской культуры». Вот. И в рамках этого проекта мы будем изучать, вот как в разных средах, в разных группах русского населения сохраняются вот и идентичность, культурные традиции, настроение. Потом выявлять как бы механизмы сохранения, почему, что влияет положительно, что отрицательно на эти вот процессы и так далее, и так далее. Ну, и вот, возвращаясь к нашим экспедициям, согласно плану календарному, мы провели, и сейчас ещё проводятся экспедиции в районах Кировской области. Ну, мы взяли Кельмецкие и Уржумские районы. Это известная Южная Вятка, такой очаг старообрячества, изучаемый уже на протяжении почти ста лет. Вот. И ещё там можно много изучать и изучать. По себе я знаю, на юге области, да, много старообрядцев. Вот. И там много загадок, в общем-то, ещё осталось, хотя уже написаны немалые труды. Уральская экспедиция, Свердловский, Екатеринбургий теперь в Москве, а в Ленинграде теперь в Петербурге. Ну, вот, и местные учёные с некоторых пор, региональные, Кировские, наши, Вятские, они тоже подключились к этой работе. И, как бы, вот такое культурное наследие. Я хотел бы, извините, Ирина Игоревна, вас немножко перебить, потому что вот мы говорим уже очень много слова проект, слова грант, а, собственно, не сказали, что это за проект и что это за грант. То есть о чём мы говорим. И кому, по-русски говоря, пришло на ум взять вот эту тему и подать её на президентский грант? Как говорится, нам пришло на ум. Для нас это плановые исследования, но они тут, может быть, этнографические плановые исследования, они, может быть, тут более практикоориентированные. Потому что, на самом деле, сейчас у нас в стране идёт, ну, с большим или меньшим там актуальностью обсуждение закона о российской нации, об идентичности, кто мы, что мы, куда мы идём. То есть вот, и просто говорить голословно, например, ой, мы не хотим быть россиянами. А вот... Кто так говорит? Ну, некоторые в печати встречаются, да. Некоторым просто не нравится слово «россияне». Или, что вот почему говорят россияне, это русские, да. А как же песня Газманова, офицеры, россияне, пусть свобода там... На песню Газманова есть много других реплик, так что... Нет, ну, россияне и русские, это ни одно, ни равно. То есть, русские, это могут быть россиянами, а россияны могут быть, там, дагестанцами. Ну, россияне — это принадлежность государства, понятно. Татарами, там, ещё... Понятно всё, но если вспомнить, опять же, откуда это слово взялось, его стал употреблять активно очень Борис Николаевич Ельцин, он обращался на «россияне». И вот это вот... Понимаешь. Да, для многих очень тень отбросила на это слово, что как-то оно ассоциируется с Борис Николаевичем. И видите, русская нация у нас государство образующее, и поэтому нужно правильно, объективно, на высоком профессиональном уровне изучать и её, чтобы потом, вот когда начнутся такие околонаучные, околополитические какие-то процессы, чтобы иметь точную, как говорится, позицию, точную знать ситуацию, что к чему. Вот так. И в том же, в том числе и в ближнем зарубежье, потому что, ну, не проходит и дня, чтобы у нас в новостях не говорили о каких-то там вопросах, связанных с русским населением в зарубежье. Ну, вы-то учёные за что? Я понимаю, что в мире много проблем, нас много что разделяет, там, сутолки, всевозможные споры, какие-то дискуссии. Ну, вы-то за то, что мы все едины? Ну, вот надо смотреть, опять, кто россияне, все едины, а русские, как бы, у них есть очень много территориальных особенностей. Ну, это понятно, да. Если они расселены в таких климатических поясах в одной только России, от Калининграда до Владивостока, и от Арктики до Кавказа, да, до бывших стран, бывших республик Средней Азии, там. То есть, варианты русской культуры, они имеют, конечно, что-то общее, но вот различия и местные нюансы, их тоже надо соблюдать, потому что именно они могут стать причинами конфликтов или, наоборот, причинами выруливания в какое-то позитивное направление. И вот, и если касается вот истории этого гранта, как бы, старобрячество имеет уникальную историю и культуру. Из-за гонений, начиная с 17 века, многие группы русского населения, которые не хотели принимать Никоновскую реформу, они расселились на краях, как говорится... На окраинах? На окраинах Российской империи. А Российская империя, мы знаем, имела разные границы. Это и Царство Польское, это и Бессарабия, это и, там, допустим, Забайкальские степи. В общем, ушли они туда, где поспокойнее, где трогать не будут. Куда начальство пореже ездит. Меньше репрессий, как говорится, обложение двойным налогом, воровство икон книг и уничтожение деревень. Поэтому и вторичные уже переселения из той же Манчжурии в Китай, в Австралию, в Южную и Северную Америку, в страны Европы. Поэтому так получилось, что вот эта группа русского населения, она, можно сказать, представлена практически на всех континентах, кроме Африки, наверное. Ну ничего, все впереди еще. Да, я тоже так думаю. Да, может быть, и Африку заходим. Может, мы сделаем 40 секунд перерывчик небольшой. Пора, конечно, нам прерваться. А потом дадим слово Светлане, а то она как-то у нас так это заскучала. Пауза. Я понял, о чем у нас идет в том числе речь. Есть такое понятие, как мягкая дипломатия, да? Есть еще такое понятие, как народная дипломатия. Народная дипломатия, да? Если бы ты начал читать проект чуть-чуть строчкой раньше, то как раз бы это прочитал. Народная дипломатия. Народная дипломатия, мягкая дипломатия, когда контакты как раз идут не на уровне государственных официальных лиц, а на уровне простых, простых жителей. И почему, опять же, можно понять, почему взяты старобрядцы, потому что у них очень много общего, у тех, кто живет в Италии, в Англии, неважно, в Австралии, в России. Как бы ни разъехались, у них очень много общего, им проще наладить свои контакты. Вера, прежде всего, религия. Вера и очень много сохранивших, как вы объяснили. Рыбак-рыбака видит издалека, да? Поэтому как бы это очень такая благодатная почва именно для развития народной дипломатии. Ну давайте подключать Светлана Шутова к нашей беседе, волонтер проекта, студентка Института социальных и гуманитарных наук нашего опорного университета. Светлана, расскажите, пожалуйста, о вашей работе в рамках этого проекта. В чем заключается вот именно ваша роль, ваша миссия? Что вы сделали уже? Где были? Что написали? Очень интересно. И вообще интересно ли самой этим заниматься? Как вы попали вообще в это? Вы старообрядка? Нет, я из Уржумского района. О, да вы земляки. Сегодня здесь Уржум у нас будет. А откуда из Уржумского района? Из Шурмы. Понятно, знакомый, да. Там очень много старообрядцев, и эта тема мне стала интересна. Я начала изучать ее. Все благодаря Ирине Юрьевне, которая заинтересовала меня. Катя, которая ходила и смотрела. А ты ведь старообрядка. А ты же из Шурмы, да? Перед этим мы съездили на практику в село Кельмесь. Там мы тоже познакомились с старообрядцами. Именно там началось то, что кто такие старообрядцы, зачем они. Никогда этим не интересовалось раньше. Сейчас же я обратно еду в деревню завтра, чтобы опять изучать их. Никогда не видели, что они крестятся двумя перстами. Ну, я никогда этим не интересовалась. Может, просто не обращал внимания человек. Еще какие-то внешние атрибуты есть. А теперь уже смотришь, о, одежда другая у человека. Допустим, они из посуды только из своей едят. Не делятся никогда. Они никогда не делают татуировки, никогда не делают пирсинги. Ну, вот для меня это неинтересно. Ужас какой, я тоже без татуировок, без пирсингов. Я, наверное, старообрядец. Ну, я люблю больше еще общаться с молодежью старообрядческой. А там много вообще молодежи вот такой вот, которая соблюдает все традиции вот эти вот? Да, много. Много, да? И с ними как-то проще общаться, они идут на контакт. Старшее поколение, оно замкнуто в себе. Но есть люди, которые также рассказывают, как они жили, их про тяжелую жизнь. Ну, понятно. Светлана, вот вопрос еще. Вот молодые люди старообрядческого, старообрядческого старой веры, да? А вот все эти вот наши гаджеты там, какие-то вещи современные, они у них есть? Или это вот как у мормонов в Америке? Все закрыто, запрещено, нельзя никак. Помоляясь, можно все. Нет, у них это есть, но у них очень... То есть они как бы не отрезаны от прогресса? Нет, они не отрезаны, но у них родители очень строгие. То есть у меня есть знакомая, она хочет выйти замуж за православного человека. Ее мама и отец ей запрещают, потому что она старообрядка. Ну, наверное, перекрестится этот молодой человек. Ну, вот к вопросу о гаджетах и о старообрядчестве. Вот, в одной семье в деревне Микварово мы увидели... В каком районе? Это Кельмецкий район, знаменитая Микварово, да? Вот, и там папа-старобрядец сказал, что у него сын учился на технической специальности в Ижевске. И сейчас его, он там какие-то открытия насовершал. И сейчас его пригласили в Сколково. То есть как бы... И вообще с технической мыслью у старообрядцев было всегда хорошо, потому что... С рациональным каким-то мышлением, да? Да, мышлением, с экономическим вот таким как бы подвижничеством. Ну, если вспомнить, сколько знаменитых наших меценатов, богатейших людей из этой сферы вышло, да? Понятно, что они умели считать. Да, да, да. Морозовы, Рябушинские, Третьяковы, да. Кого не возьми, всё. Получается. То есть, вот, к примеру, поэтому с мобильниками и с сетями, то есть вот как бы всё скайп там, то есть всё есть. Нет, ну это я к тому, что это вот как бы не противно устоям каким-то, да? Нет, нет. А потом как им общаться вот с теми же друзьями в Румынии, в Австралии, если не по скайпу? А вот эти друзья, уже дружеские связи, они уже есть сейчас? Да, конечно, да. Вот мы их как бы вычисляем и в нашей общине, в городе Кирове, вот, и в деревнях. То есть, у них как бы вот эта мобильность и коммуникабельность, она, я бы даже сказала, больше развита, чем в других группах русского населения. И понятно, что сейчас ведь не будешь там птицу посылать или письмо в конвертике. Можно и птицу посылать, тут недавно послали, поймали голубя с письмецом. Да, всё через интернет, поэтому у них даже можно спрашивать, если там сам не понимаешь, что это, к чему там, как включить, как выключить. То есть, вот это техническое состояние. И вот мы ещё начинали изучать судьбу старообрядческой культуры в 20 веке. Из старообрядцев много очень инженеров-рационализаторов, военных конструкторов, то есть, вот, строителей, экономистов виднейших. То есть, вот, видимо, необходимость платить двойной подушный налог и в связи с этим иметь в два раза больше эффективное хозяйство. Ну, вот, просто, ну, толкало к этому техническому, хозяйственному... Жизнь заставило. Жизнь заставило. Свет, ещё вопросы. Смотрите, вот вы ездите в эти экспедиции, а что вот как бы вы на выходе-то из этого делаете? Ну, хорошо съездили, пообщались. Во что, собственно, выливаются? Чего-то удивились, во что воплощаются, во что воплотиться должно вот это исследование? Ну, мы пишем отчёты, в них вкладываем диалоги, беседы с информаторами, фотографией. Информаторами, всё, ну, такой термин, такой информатор, да. Ну, просто некоторые люди не хотят говорить и дают другие имена. То есть, под запись вы общаетесь, да? Да, под... Что называется. Потом расшифровываем это всё и делаем письменные люди. В тексте это всё отображается. Так, это потом в научные сборники какие-то пойдёт или что? Вообще, вот на выходе из этого проекта что должно получиться? Ну, отчёт основной мы, конечно, сдавали Ирине Юрьевне. А уже вот сейчас моя вторая работа, я хочу отдать её... Научный сборник. Ну, у нас есть такая традиция... Научный сборник выпускаем в университет? Да, да, да. В университете каждый год по итогам вот этих этнографических практик и экспедиций студенты, ну, у кого получилось, они пишут статьи, мы им помогаем. То есть это такой первый шаг в науку, и вот у Светланы уже копится материал для настоящей научной статьи, вот, ну, что материал хороший, надо ей помочь, будут его обработать, осмыслить, и, ну, человек сам собирает уникальные источники. Светлана, ещё вопрос такой. А у вас вот волонтёров много? Кого? Волонтёров. Кого? Год волонтёра. Волонтёров. Волонтёров много, вот, и вы как вот эта экспедиция, вас там такой группой заезжаете, там, и давайте шерстить по домам, или тихонько одна заехала, прокралась, в доверие втирается. Ну, как это всё происходит-то просто? По три, да? Даже мало иногда, вот я одна поехала. Не страшно? Нет. Какую-то далёкую деревню. На родину. Да, на родину же ты приезжаешь. А, ну, если на родину, да, а если там в какой-то вот Кельмесский район, где там? Ну, вот там мы были по группам, мы были разделены по группам, и там опрашивали людей. Но все люди идут на контакт, все всё рассказывают. То есть какой-то вербурь в стране. Нет, вы понимаете, вот как-то вот живёт там село своей жизнью спокойно, приезжают какие-то городские, начинают вопросы задавать. Агрессии с их стороны нет никакой? Ну, они уже заранее договаривались, как бы, у нас практика совместилась вот с этой волонтёрской поездкой. Ирина Юрьевна, я вообще-то Свету спрашиваю. Вы не подсказываете. Да, да, да. Ну, мы опрашивали людей, и они говорят, мы понимаем, вам нужно учиться, вы должны узнавать новое, и мы не будем против этого. Потому что мы что ещё спрашиваем, просто в наше время много всяких мошенников, которые что-нибудь втюхивают. Да, приезжают, якобы мы тут вас изучаем, они сами начинают пылесосы продавать. Или там присматриваются, что в хозяйстве есть. Да, или где там что плохо лежит, да, потом придут лихие люди. Ну, нет, нас даже кормили там. Кормили даже. Да, ягодками. А, ягодками, я думал, какие-то вот такие традиционные блюда старообрядские, старообрядческие. Нет, они куда-то были, ну, мы там семью одна опрашивали, они куда-то уезжали, то есть у них и машины есть, и дома вот такие красивые стоят. А отличаются дома вот таких от обычных? Вот где вот, ну, скажем, просто русские живут, православные, а такие правильные. Так старообрядцы они тоже православные. Я понимаю, нет, но всё-таки немножко вера разная у них. Ладно, не будем, вера разная. Нет, нет, понятно, нет, речь идёт о сохранении традиции. Это зависит от этого. Может быть, церковь немного иная, а дома почти не отличаются. То есть ничем не отличаются таким особенным. Ну, я там... Ну, то есть нельзя вот пройти по улице и понять, вот здесь такой живёт, здесь такой, а здесь вот такой. Ну, более такой, знаете, солидный, кандовый дом. Вот, да, я хотел бы об этом тоже сказать, потому что там из моего опыта, да, обычно старообрядцы, староверы это вот такое большое хозяйство, солидный дом, много пахотной земли, огороды, там скотина пасётся и так далее. Хозяйственных построек. Вот нам тоже одна старушка говорила, что её тятю раскулачили только за то, что... Папу, тятю. Ну, тятю, папу, да, да. Да, раскулачили только за то, что они всё сами делали. Вот. У них было много хлевов, что в них можно было заблудиться. Ну, хлева — это хозяйственные постройки для скота, современную людям переведём. У них была двухэтажная. Вот тоже видите, какой строительный, так скажем, гений, что они старообрядцы строили, ну и другие русские строили двухэтажные дома, но у них как-то это больше, может, чаще встречалось. Декорированный дом был пропельной резьбой, очень красиво. И когда пришла указивка, кого раскулачить, вот сказали, о, вот такой домик красивый, вообще как сказочный. А давайте-ка мы их там раскулачим и всё заберём в колхоз. И сделали из дома правление двухэтажное, а все эти постройки раскатали, перевезли, сделали ту же ферму. Ничего не надо было добавлять для целого колхоза. Но вот эта старушка, которая... Из одной усадьбы для целого колхоза, вообще, да. Да, то есть много было. Но они, говорит, никогда не сидели на месте. То есть они даже ели на Ускоре, как бы вот, быстрее-быстрее, чтобы работать, работать. В старой пех, в попыхах, на ходу, да. Да, да, чтобы быстрее работать, потому что вот труд, это тоже, как бы, Богу угоден, что ты работаешь, созидаешь, делаешь какие-то конкретные результаты. И вот они праздно сидишь там на диване и не знаешь, чем заняться там, вот. А всё время в труде. Поэтому, говорит, никакого субботного времени, отдыха вот такого не было. Мы постоянно что-то делали. Или тяжёлая работа, или там вышивали, что-то перебирали, лёгкая работа. Но всё время были в труде. Из-за этого, видите, их раскулачили. Ну и вот, как бы, такие посылы, видите, жизненные устои, они приводят к тому, что обычно это такие исправные хозяйства, вот такие. И, кстати, наш знаменитый земляк Владимир Крупин, уроженец, кстати, Кельмецкого района, он в своих даже произведениях писал, что старобрядцев, когда потом оформили в колхозы, это были самые передовые зажиточные колхозы, где никто не ворвал, где все умели считать, умели читать, и так далее, и так далее. Как бы, из них делали счетоводов, потому что они в силу своей религиозной, как бы, специфики хорошо считали, хорошо писали, когда полно было ещё неграмотных среди другого населения. У нас подошло время рекламы традиционной в середине часа. Мы продолжим нашу беседу через полторы минуты. — Ирина Трушкова, профессор кафедры всеобщей истории и политических наук Авиатского госуниверситета, руководитель Кировского отделения Международной общественной организации Российский фонд мира, и Светлана Швутова, волонтёр проекта, студентка Института социальных и гуманитарных наук Авиатского госуниверситета. Давайте сейчас в более практическую плоскость ещё сосредоточимся на том, что вы хотите всё-таки сделать. Вот вы сказали, что поедете за рубеж очень скоро уже. — То есть речь была о том, что это проект как бы в рамках развития народной дипломатии, поддержки соотечественников, да. — Да, вот, то есть мы, эти экспедиции, это для нас какая-то, наши уральские и приуральские, это какая-то часть для сравнения. Проектом предусмотрено ещё копирование из центральных архивов и музеев уникальных источников описаний старообрядческой культуры уже не только в нашем регионе, а в целом по бывшей Российской империи. Тиражирование этих материалов, потому что, ну, они закрытые для большинства населения, даже для учёных непросто к ним подобраться. — Это даже в России они закрыты для учёных, да? — Нет, для учёных они открыты, но очень бывает не всегда удобно приезжать там на несколько дней, копировать только несколько страничек. Вот. А наша задача ещё ввести эти материалы, они очень-очень такие эффективные для науки, для воспитания, для идентичности. Воле широкий круг просветительства. То есть, если, допустим, просто люди, ни учёные, ни студенты будут с ними знакомиться, они будут там находить что-то из своей культуры, из своих предков, вообще даже гордиться, какая у нас Россия, столько достижений. И вот эти материалы мы планируем широко тиражировать среди вот этих групп зарубежных, ну и российских, конечно, соотечественников, чтобы они не забывали там свою этническую родину, так скажем, чтобы был в ходу больше русский язык, потому что, живя в разных странах, они, как правило, даже не биллинговые два языка, а им приходится знать 3-4 языка для тех же экономических торговых контактов по странам, я разъезжаю. Вот. И чтобы доля русского языка как бы у них не уменьшалась, вот такое общение с соотечественниками, ну предусматривается. Вот пусть у них будут тоже эти наборы источников, записей каких-то. А там только вот как бы книги какие-то, или это какой-то аудиоматериал, там видеоматериал? Ну, в старых архивах, например, архив русского географического общества, там записи путешественников, священников, других людей, которые в разных губерниях Российской империи записывали всё-всё-всё не только про русских, не про другие народы, но и среди русских вот эти мы выберем дела и документы, которые касаются старобрядческой культуры. В других вот таких собраниях, можно сказать, федерального значения тоже есть информация, причём касающаяся не только старобрядчества, а вот русских очагов там, в том же царстве польском, ещё где-то. То есть описание, что вот как они себя вели, существовали в XIX веке, в начале XX века, может, даже с XVIII с конца. А вот те записи, которые, скажем, делая Светлана и её там коллеги, они тоже? Тоже, да. То есть они... Чтобы они могли услышать именно современную русскую речь, да, своих вот как бы единоверцев. Что есть сейчас вот в глубинных районах как бы России в середине, можно сказать. Но не будем говорить провинции российской. В середине... В провинции, чего? Да, ну, в хорошем смысле, да. В хорошем смысле, да. В любом случае, нормальное звучит слово, я не знаю, кому оно не нравится. В исконном смысле. В хорошее слово, конечно. Поэтому как бы вот такие сравнения, что общее, что отличное, почему, как это дальше. На самом деле, вот здесь Владимир прав. Вот эта мягкая сила, народная дипломатия, горизонтальные связи. А почему мы должны только смотреть, как лидеры общаются по телевизору? А просто люди, почему они должны общаться? Поэтому вот, тем более, что даже получается, кто знает свою родословную, а в старобряцах это как бы дело святое. Получается, какие-то межстрановые даже вот есть связи и были. Особенно вот, допустим, кто же в Псковской губернии области и Новгородской. Что у них не будет со странами Балтии, со старобряцами каких-то родственных связей? Да, конечно, есть. Или там Белоруссия. Свою брата Колю. Послушал голос. Да, Сильяндия. Там Белоруссия, Польша, там Украина, это Бессарабия. Это казачество, которое везде расселялось. То есть как бы вот. Вот, то есть, поэтому вот я думаю, что это направление мягкой силы и сохранение и изучение русской культуры, в общем-то, оно еще имеет большие перспективы. И воспитательное значение для современной российской молодежи. Вот, я думаю, Света может быть кое-что об этом и тоже может сказать. Светлана, что там насчет воспитательного значения? Вот что вам лично дает знакомство с этой историабельческой культурой, эти поездки, изучения? Ну, мы по-другому смотрим на воспитание. Мы сравниваем их воспитание и наше воспитание. То есть расширяете свои познания, горизонты свои. А это такая уже прямо категорическая разница или все-таки вот просто небольшая такая есть? Ну, сейчас же тоже есть старообрядцы, которые прямо очень придерживаются своих обычай. И есть, которые уже отходят от них. Есть такие старообрядцы, Ирина Юрьевна, которые, ну вот, что-то случилось, и они не так уже не ведутся. Ну, например, уехали в город, и они частично, может быть, сохраняют какие-то свои традиции. Ну, стараются какие-то... По-моему, у них строго все-таки в целом. Ну, строго в целом, да. Вот основное надо соблюдать. Основное надо соблюдать. Пусть ты там эти мобильники имеешь. Не все ведь как Агафья Лыкова. Но вот веру, вот ментальность, все вот постулаты — это как бы святое. А вот, Светлана, вопрос такой к вам уже. Вот эти все вот принципы, которые там вот воспитательные есть, они вот, скажем, для вас вот как для человека неприемлемы? Вы смогли бы вот так жить? Наверное, нет. Я не могу жить постоянно в труде. Ну, они отличаются очень. И я думаю, это непривычно было для нас, для тех. Ну, а, например, начать там уже со своих детей, своих детей воспитывать. Ну, а что-то, наверное, очень полезное. В труде, подождите, я хочу разобраться с тем, что Светлана сказала. Не могу жить, говорит Светлана постоянно в труде. В смысле, в физическом труде вот что-то там делает. Ну, да, вот. Но они же там молятся по-другому. Да, я понимаю, Светлана. Это духовный труд. Да, духовный труд. Светлана, просто надо понимать, что вся наша жизнь — это большой труд. Если ты не обязательно делаешь что-то руками, ногами куда-то ходить. Ты что-то думаешь, не знаю, ты готовишь, ты читаешь. Это всё труд, а? Ну, не всё труд. Иногда есть место, отсутствие труда. Вот здесь мы со Светланой немножко солидарны, но это уже не касается данного проекта. Когда делаешь дети, это, извините, тоже труд. Ты так к этому относишься? Ты так к этому относишься? Вот поэтому у тебя всего двое, а у меня четверо. Ну, вот современное общество, общество потребительства, оно, видите, как бы имеет свои результаты. То есть люди уже, как бы, говорят, не только мне надо работать и создать, я вот потреблять тоже люблю, как бы, поэтому, ну, что делать? Вот поэтому и нужно изучать все механизмы воспроизводства вот одних традиций, других традиций. Да, чтобы не быть Ивановым, родства не помню еще. То, что вы будете делать, вот, издания, там, какие-то аудио, видеоматериалы, вот каким образом будет осуществляться вот это все вот поставки? А вот допланирована серия поездок по странам Балтии. Чтобы устроить какую-нибудь, может быть, не знаю, там... Конференция тоже планирована, потом сайт. Чтобы были представители вот со всех сторон и лично пообщались. Да, 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 да. Мы сейчас вот делаем сайт этого проекта, и все общины могут там заходить что-то, смотреть, вот так вот. Потом массовые... Просите, а вот среди наших слушателей, чтобы подсказать конкретно, может быть, старообрядческие корни у кого-то есть, на вас можно выйти, если есть желание поделиться? Давайте посмотреть, у нас примерно такой будет адрес. Киров, ну вот я не знаю, там точка или дефис, еще он в работе. Давайте проще поступим, если кто-то из наших слушателей заинтересуется, пусть звонят нам в редакцию. Конечно, конечно. Есть 11, 101, а мы уже передадим ваши каналы. Потом, конечно, конечно. Вот, и причем университет наш, вятский, опорный, он выступил с письмом поддержки, и поэтому техническую поддержку и сайту, и проекту он тоже будет оказывать. В частности, вот сайты разрабатывают у нас специалисты университета. И те, можно сказать, маркирующие культуру предметы быта старобрядцев, мы даже, у нас там есть одна из позиций в плане, мы сделаем коллекцию предметов в 3D, и на сайте можно, ну я высказываю, анонсирую, можно сказать, будущие какие-то диковинки. Можно, используя какие-то программы виртуального мира. Допустим, вещь какая-то, фотография, будет выложена на нашем сайте старобрядческая, и имея эту программу, ее можно как-то будет скачать. И в своем мобильнике 3D получить, просто наводишь на сайт свой мобильник, и там в 3D получается у тебя изображение, и можно книгу повернуть, ее открыть, полистать, или там складень раскрыть, например, складную икону. Ну, в общем, современные технологии. Да, 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 и чтобы люди не просто одну картинку имели, а еще внутреннее содержание тоже. Материальной культуре это очень важно. И смотрите, это опять же сайт. То есть все наши соотечественники за рубежом могут спокойно, без всяких виз туда заходить, финансовых средств, и знакомиться, что есть русская культура внутри России и за рубежом. В общем, все это будет делаться на деньги гранта. Да, конечно. Сколько сумма это у вас составила президентского гранта? Ну, видите, раз мы первый раз это заявились, это в районе миллиона рублей. График поездок уже составлен? Составлен. Так он сразу и составляется, утверждается. Да, да, да. Когда отправляется за рубеж? То есть вот сейчас у нас следующее будет это Румыния-Молдавия. Девчонок, ты возьмете с собой волонтеров? Ну вот в этот раз, мы в следующий раз их возьмем. Сейчас их пока нельзя брать, потому что у них нет наработок. А там что, на границе сразу спрашивают? Да, на работе есть. Не на границе, а в гранте. То есть чтобы волонтеры имели уже какой-то послужной список. Но перспектива есть, то есть в следующую поездку уже. Следующий год. То есть можно уже собираться. А мы для этого их и готовим, чтобы они уже были знающие. Вот так вот. И Балтия, это наши традиционные с 2005 года связи, это Эстония-Латвия-Литва с заездом в Польшу. Ну и раз уже речь зашла о перспективах, вот эти все бывшие союзные республики, а теперь члены Евросоюза, они очень активно общаются. Ну не все союзные республики. Восточные, западные наши соседи, вы еще и Польшу назвали, но ладно, когда-то она была частью Российской империи. Да, да, курица не птица, Польша не за границей. Вот, это самое. Они общаются в рамках Евросоюза, ездят на заработки в том числе. И уже в Германии, в Швеции, в Англии, в Италии появляются старообрядческие общины, и это тоже как бы новое явление, его тоже нужно изучать. И я думаю, что вот сейчас мы, как говорится, работников, специалистов наформируем, подучим, и в следующие годы будем продолжать эту тему. Она очень перспективная и важная, потому что на самом деле многие русские люди задумываются, кто мы, что мы. У нас время, к сожалению, уже заканчивается. Ирина Юрьевна, скажите, ксенофон от Алексея Ченфилатов старообрядцем был? Не можете сейчас так сразу? Так сразу я не могу сказать. Это просто я хочу сегодня анонсировать нашу историческую передачу после 13.05, где мы будем говорить об общественном банке в Слободском. Спасибо, удачи вам, успехов в вашей работе. Я думаю, мы еще вернемся в студию, поговорим о том, как проходит ваша работа. Обязательно, с большим количеством молодежи и, может быть, зарубежных гостей. Ирина Тружкова, Светлана Шотова. Спасибо. На этом программе «Дневной разворот» завершена. «Культ поход» через 20 минут. Мы вернемся.